Вся жизнь служения людям. Лариса Ковалевская отдала медицине без малого 40 лет. С первых дней пандемии она на передовой. Работала по несколько смен подряд, часто без выходных. Накануне старания по бручанке высоко оценили. Вручили нагрудный знак Минздрава отличник охраны здоровья Республики Беларусь. И даже это самое малое, чем можно отблагодарить за жертвенный труд. Очень было волнительно и, конечно, приятно, что вот так высоко оценен наш труд. Хочется сказать, что была такая награда одна в Могилевской области, вручена. И, конечно, очень приятно, но я понимаю так, что это не моя награда. Это награда моего коллектива. Потому как, понимаете, мы вместе, и мы вместе все решали вопросы. Я думаю, что каждому можно было дать эту награду. Именно за труд, за служение своему любимому делу. Лариса Анисимовна всегда знала, что будет врачом. Еще в детстве она завороженно наблюдала за тем, как работала сельским фельдшером ее мама. Поэтому и пошла по медицинским стопам. Кажется, сама судьба за нее все определила. Признается, не представляет своей жизни без родной больницы. Сердцем прикипела. Это золотой фонд сотрудников нашей центральной больницы. Без малого 40 лет она у нас трудится. Всегда была на хорошем счету. Очень ответственный работник. Помимо этого, она замечательный наставник. К ней с большим удовольствием идут и молодые сотрудники. И от нас, даже как школа наставничества, уходят другие организации здравоохранения и передают свой опыт дальше. Лариса Ковалевская более 30 лет руководит клиникой диагностической лаборатории. Здесь можно сделать практически все. От общего анализа крови до самых сложных биохимических исследований. А главный секрет успешной работы – современное оборудование и квалифицированные сотрудники. Это человек, который вкладывает всю себя в профессию, и она в коллектив со всей душой, со всем своим профессионализмом, каждый день с радостью на работу. И, конечно, мы здесь под руководством Ларисы Анисимовны, как большой дружной семье. Служба врачей, а иначе это не назовешь, стала особо заметна в пандемию. Отбросив эмоции и страх, они смогли мобилизоваться и дать отпор коронавирусу. Но он не сдается. Из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в стране, начиная с ближайших выходных, 5 и 6 февраля поликлиники начнут работать в субботу и воскресенье. Пациентов будут принимать не только в самих медучреждениях, но и организуют их осмотр на дому. За последние сутки в Беларуси установлен новый антирекорд – 7 350 случаев заражения. За минувшие 24 часа число выздоровевших достигло отметки в 1114 человек. Минздрав прогнозировал взрывной рост коронавирусной инфекции в связи с приходом омикрона. Поэтому специалисты готовились заранее. Созданы запасы кислорода, медикаментов, предусмотрена возможность развернуть дополнительные койки. Уже больше двух лет мы работаем с этой патологией коронавирусной инфекции. Естественно, мы готовы. У нас и планы перепрофилирования в соответствии. Сейчас вот немножко видим, что повышено заболевание студенток. У нас, соответственно, тоже и коечный фон перепрофилирован, его достаточно. И, в принципе, мы справляемся с этим наплывом. Мы добавили телефоны в колл-центрах. И Бобруский городской исполнительный комитет выделил нам дополнительный транспорт, чтобы контактные группы максимально быстро доезжали до пациентов с этой патологией. Сама борьба с ковидом выходит на новый этап. Чтобы разорвать замкнутый круг пандемии, необходимо привить значительное количество людей. В Бобруйске на сегодняшний день вакцинировалось более 135 тысяч человек. Это 60% населения. Ну а Лариса Ковалевская уверена, несмотря ни на что, человечество победит коронавирус. Битва продолжается. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360.